Друзья, всем привет, с вами Квизи. Я вынужден говорить полушепотом, потому что снимаю это видео в 2 часа ночи. И чтобы не разбудить соседку, которая отдаст мне пиздов, я вынужден быть потише. Так вот, сегодня я хочу вас познакомить с интересным разделом на сайте Безда 2. Не все о нем в курсе, но сейчас подробнее расскажу. Он называется Турниры. Этот раздел появился в 2019 году, и первые прогнозы можно было делать на The Summit 10. Так вот, в чем суть? У вас есть 2 функции на определенный турнир. В этот раз это Сингапур Мейджор, который стартует уже сегодня утром. Поэтому я вот так вот срочно снимаю это видео. Для всех, кто посмотрит его сразу же, будет возможность сделать прогноз и ставку на этот турнир. Прогноз не требует абсолютно никаких вложений. Вы заходите и выбираете команды, предсказываете исход турнира. За правильные прогнозы лучшие участники, которые сделают лучшие прогнозы, получат от Бетса призы, ценные призы в качестве пополнения счета. Вторая функция, уже собственно платная для азартных игроков, это ставка. Возможно сделать ставку на победителя турнира. И здесь, как все в стандартном тотализаторе, все зависит от ваших ставок. Вот кто-то поставил 33 рубля на победу Фнатик, в случае победы он получит X113 от своей ставки. Это очень прикольно. Я поставил на победу Сикрет. Коэффициент, конечно, не супер крутой. Около двушечки, возможно, даже упадет до старта матчей. Но мне кажется, что самая большая вероятность, конечно же, на победу Сикрет в этом турнире. Они в офигенной форме. И не то чтобы очень много соперников на этом турнире, прям мега крутых. То есть из тех, кто могут побороться, это еще LGD. Мне кажется, могут влететь в тройку лидеров. EG каким-то тоже чудом. Здесь также люди ставят фаворитом Vichy Gaming, которые неплохо выступили в групповой стадии, точнее в Wildcard. Ну, в Vichy я не особо верю. Мне кажется, дальше топ-6 они не заедут. Что касается остальных команд, ну слабо верится в то, что условный Neon, там, Aster или наши любимые Virtus.pro смогут забрать этот мажор. Вот, поэтому стабильная ставка на Сикрет, надеюсь, на лучшее. Вот, косарь залил. Посмотрим, что из этого получится. Больше никаких страховочных ставок делать не хочу, так как делаю ставки исключительно ради интереса. Никаких страховок мне больше делать не хочется. 1 из 13, да, насколько я помню, команд. Шанс 1 из 13. На победу? Ну, коэффициент, думаю, будет 1,6-1,7. До утра, возможно, еще меньше. В общем, посмотрим. Что касается предиктов. Я уже расположил команды, как мне хотелось, но они слетели, потому что я перезаходил. Давайте еще раз сделаем это. Конечно, я ставлю первых Сикретов. Допустим, в финале они будут играть с PSG-LGD. Очень круто PSG-LGD отыграли в Alt-Card. Хотя, опять же, тяжело им, тяжело им будет пройти всех соперников, потому что Major довольно-таки интересно выглядит по составу команд. Да, они доехали Na'Vi, конечно, очень жаль. Много замен будет на этом турнире. Вот. Поэтому, конечно, не в стопроцентной форме, скажем так, все команды находятся, но от этого Major не становится менее интересным. Дальше, на третьем месте я, пожалуй, поставлю... Сложно выбрать, на самом деле, Virtus.pro. Хотелось бы поддержать наших ребят. Потом какие-то условные... Блин, мне нравятся китайские команды, потому что я очень много слежу за китайским регионом, и хочется их впихнуть повыше. И объективно они сильнее условных там Neon, Fnatic, возможно, даже Альянсов или Liquid. То есть Vichy, Astro и IG, мне кажется, вот эта тройка китайская, она может залететь чуть ли не вот так вот просто в топ-6. Но, конечно, нужно разбавить эту китайскую... Китайскую-китайскую гвардию. Поставлю я высоко, пожалуй, Vichy и IG. Нет, стоп. Поставлю высоко Astro и IG. Добавлю к ним условных Liquid или Альянс. Давайте, пожалуй, Альянс. Во Fnatic я не особо верю, хотя много кто возлагает надежды на этот новый состав. Но нет, нет, Fnatic будут где-то пониже, мне кажется. Дальше будут Vichy и Liquid. Блин, EG, 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 EG. Я не впихнул EG, а вот EG мне нравится. EG я поставлю, пожалуй, шестыми после IG. Потом Vichy и Liquid. Нет, потом Vichy, Альянс, Liquid. Fnatic. Кого-то забыл. Кого я забыл? Quincy Crew, Thunder Predator. Не, он никого не забыл. Не он. Quincy Crew и Thunder Predator. Вот так вот у меня получается. Предикт, Secret, PSG, LJD, VP, Astro, IG, EG. Vichy, Альянс, Liquid, Fnatic. Не он, Quincy Crew, Thunder Predator. Насчет первой тройки я уверен, но дальше начинается полная каша. Тут 4, 5, 6, 7, 8, 9 место. Это такой рандом. Реально лютый. Поэтому, ребят, располагайте, как вам хочется. Можно будет делать предикты. Еще. Так, все. Мое сохранено. Пересказание. До первых матчей осталось 3 часа. У вас осталось 3 часа, чтобы сделать предикты. Позже они закроются. Так же, как и ставки на Singapur Major. Но не забывайте о том, что эти турниры здесь появляются стабильно. И на следующий мажор, и на следующие крупные турниры можно будет делать предикты на BES Dota 2. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну, а на сегодня, в принципе, у меня все. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал. Ставьте этому ролику лайк. Скоро будет крутой видос по рубрике экспериментов. Ну, и следите за контентом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.